Вы как кандидат Губернаторы наверняка уже имеете свою программу по тому, что будете делать, если вас изберут. Может несколько слов об этом? Я считаю, что одним из направлений, которые важны сегодня, это восстановление государственного и муниципального сектора экономики в бюджетообразующих сферах экономики. Потому что если этого нет, то сами благие намерения власти, то ли государственные, то ли муниципальные, о снижении цен об управлении какого-то сектором экономики, они будут обречены на неудачу. Очень сложно конкурировать с Андреем Юрьевичем, который за это время оставляет и показывает себя как руководитель федерального уровня. Рады вас видеть у нас в городском округе Химки. Добро пожаловать, в любой момент приезжайте и если какая-то помощь будет необходима, обращайтесь, мы постараемся помочь. Это была открытая беседа. Глава города подчеркнул, что Химки открыты для всех кандидатов без исключения. Ведь только так выборы могут быть прозрачными и демократичными. На территории Подмосковья и здесь в городском округе Химки создаются равные условия для всех кандидатов. Мы всем открыты, помогаем общаться с жителями, не скрываем тех проблем и достижений, которые у нас есть. Я считаю, что глава города Химки Олег Федорович Шахов великолепно вместе совместно с депутатским корпусом, великолепно организовал управление. Я вижу, что между ним и народом, и жителями существует слаженность. Я не испытываю препятствия с момента сдачи документов в Московскую избирательную комиссию областную. Там комиссия работает объективно. Насколько мне известно, все кандидаты, которые представили документы, были допущены к сбору подписей. Я не вижу никаких фильтров. Это более, наверное, надумано для тех кандидатов, которые являются слабыми сами по себе. Напомню, сейчас в списке кандидатов губернатора Московской области 16 человек. Выборы пройдут 8 сентября в единый день голосования.